Всем, ребята, добрый вечер или, может быть, у кого-то уже доброй ночи, не знаю, время 11 часов. Решайте сами, что для вас это вечер или ночь. Так вот, как я обещал, сегодня я записываю видео о плюсах Санкт-Петербурга. И уже показываю себя. Не буду в этот раз снимать экран. Недавно посмотрел видеоролик молодого человека про плюсы Петербурга. И, честно сказать, я ничего не понял абсолютно. Потому что из плюсов он назвал, ну, дословно я пересказывать, конечно, не буду, но он сказал, что для него большой плюс – это большая вода. Я так понял, что это он говорил про реку Нева. Значит, что он еще сказал? Историческая ценность Петербурга, исторические здания, плюс исторические пригороды Санкт-Петербурга. Ну, он имел в виду Пушкин, Павловск, Петергоф. И еще он назвал город, с большой, конечно, ошибкой, он сказал город Приозерск. Хотя у нас город называется Приозерск. Ему там в комментариях очень много людей писало и подчеркивало большую букву Е, что Приозерск. И еще он сказал, что плюс нашего молодого города в том, что у нас очень много молодежи. И молодежь вносит в этот город свою субкультуру. Ну, в общем, как-то так все скомкано, не скомпоновано. В общем, я ничего не понял, мне было не очень интересно. И сейчас я попытаюсь рассказать вам о своих плюсах, которые есть для меня. Я думаю, что на первую ступень можно поставить, в первую очередь, две вещи. Это, наверное, фишка нашего города для тех, кто не является коренным жителем Петербурга. Или тот, кто только переехал или просто приехал к нам погостить. Это белые ночи и разводные мосты. Ну, белые ночи я бы скорее для себя лично, я не говорю для всех, а лично для себя я бы отнес к минусам, потому что я не люблю белые ночи. И очень много родственников наших, которые к нам приезжали. Два часа ночи... А чего это у вас так светло? Два часа ночи, а такое впечатление, что это два часа дня. Вот, поэтому я люблю, чтобы день был денью, ночь был ночью. Ночью я люблю спать в темноте. Ну, вот в этот период как-то я и плохо сплю, и как-то, ну, не понимаешь, какое вообще время. А вот что касается разводных мостов, это, конечно, такая весомая фишка. Это прям вот, это красота-красота. И если, допустим, вы приезжаете к нам в Санкт-Петербург, обязательно, обязательно выберите время, найдите время, чтобы посмотреть разводку мостов. Потому что если вы будете в Питере и не посмотрите разводку мостов, это будет говорить о том, что, считай, вы города не видели. Ну, вот такая основная фишка. Далее. Ну, историческая ценность Петербурга, я согласен, да, наши исторические здания, они очень дорогого стоят. Это и Петропавловская крепость, это и Исаакиевский собор, и Казанский собор, и очень много-много всяких других зданий, соборов, музеев и прочего. Но я бы еще, наверное, отнес к вот такой фишке тоже нашего с вами города. Это новый стадион Зенит-Арена. Это тоже некая теперь фишка нашего Санкт-Петербурга. Сегодня у меня появилось слово «поразит фишка». Вот. Поэтому я бы тоже это отнес к весомому такому плюсу. Так, что еще? Ну, понятно, да, Петергоф, Пушкин, Павловский и прочие, Выборг, да, ну, это не Питер, конечно же, но все равно недалеко ехать до Выборга. Это все тоже плюсы. Но я бы еще, знаете, какой назвал плюс, несмотря на то, что для кого-то это минус. Я бы назвал плюсом наши пробки. Если сравнивать пробки московские и пробки питерские, то, конечно, наши пробки – это просто ничтожно по сравнению с Москвой. И когда мне говорят, ой, у нас такие пробки, я говорю, ты поедь в Москву, постой на МКАДе. И тогда ты скажешь, что наши пробки – это не о чем. Мы в наших пробках можем ехать. А в Москве люди в пробках реально стоят. Я помню, даже в Москве, помню, в каком-то году были такие жуткие пробки, что люди устраивали флешмоб, что там кто-то в пробке спал, кто-то ел, кто-то еще там что-то делал. Ну, было такое. Так что, ребята, вот для меня это все-таки плюс. Все-таки у нас пробки намного-намного меньше, чем непосредственно в Москве. Что еще? Что еще? Я думаю, что к плюсам можно отнести наш с вами метрополитен. Я имею в виду наш с вами, это те, кто живет в Питере. Метрополитен, потому что все-таки наш метрополитен, он попроще нежели, чем московский. В Москве очень много кольцевых веток, ой, линий, от них отходит очень много веток. И не всем просто сориентироваться в метро. Хотя мне было легко. Но мои друзья и с тем, с кем я ездил, было, конечно, на первый взгляд сложновато. Сориентироваться где, куда, что, где пересадки делать, куда поехать и прочее, прочее, прочее. Поэтому, вот, все-таки, для меня это тоже плюс. Что еще? Что еще можно отнести к плюсам? Да я думаю, что, наверное, в принципе, больше ничего. Потому что, ну, как сказать больше ничего? Все остальное, потому что о минусах я сказал, я минусы свои озвучил. Поэтому все остальное для меня это плюсы. Мой город меня устраивает, климат меня устраивает. Я уже к нему привык. У нас очень доступная инфраструктура. У нас все есть. В том районе, где я живу, у меня все шикарно. Любые магазины, которые мне нужны, все есть. То есть, никуда далеко ездить не надо. Я могу в шаговой доступности дойти в любой из магазинов. Поэтому меня все устраивает. И переезжать куда-то в другой город я бы не хотел. Чисто просто, если на немного пожить, это одно дело. Но вот на совсем переезжать я бы, наверное, не решился. Да и многие, наверное, те, кто здесь родились, не решились бы уехать. Только те, у которых просто заставляют обстоятельства. Это, например, кто-то переезжает из-за климата, потому что часто болеет. Или кто-то переезжает по каким-то другим моментам. Но я так думаю, что если такой возможности нет, то, конечно, с этого города уезжать. Думаю, что не каждый захочет, потому что в большинстве случаев люди, наоборот, хотят сюда ехать. Поэтому наш город, он особенный. Это такая маленькая северная Венеция. Я был в Венеции, и мне есть с чем сравнивать. И они очень-очень, конечно, похожи. Даже здания, фасады зданий очень похожи на наши питерские. Поэтому я думаю, что наш город один из... Но я еще раз говорю, что каждый город красив по-своему. И в каждом городе свои плюсы и свои минусы. И не нужно сравнивать там... Как можно сравнить, например, тот же Питер и Москву, да? Ну, каждый город прекрасен по-своему. Я очень люблю Москву, я обожаю Москву. Как можно сравнить Питер и Волгоград? Я в Волгограде никогда не был, но Волгоград тоже шикарный город, судя по видео и по фотографиям. В Волгограде свои достопримечательности, свои плюсы и свои минусы. У нас в Питере свои достопримечательности, свои плюсы и свои минусы. Поэтому, мне кажется, просто каждый выбирает свой город. Если есть люди, которые мечутся, это неплохо. Которые постоянно переезжают, они ищут себя. Они ищут тот город, в котором им будет комфортно. И дай бог, конечно, таким людям найти тот город, в котором им было бы хорошо. И комфортно. Вот, наверное, на этой благополучной ноте, так скажем, я и закончу это видео о своих плюсах Санкт-Петербурга. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, или ваши плюсы, может быть, я что-то забыл сказать, то обязательно пишите в комментариях. Я все опубликую, все отвечу. И если у вас есть еще какие-то наработки на тему, чтобы мне еще рассказать про наш город, или какую-то другую тематику, милости прошу в комментариях, пишите. Что-нибудь придумаем и обязательно выпустим ролик на ту тему, которая вам будет интересна. Все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока и спокойной ночи. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Продолжение следует...